Субтитры создавал DimaTorzok Нацгвардии используют штурмовую авиацию, а именно вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Впервые украинские силовики использовали их в боевых целях 26 мая. Тогда самолеты Нацгвардии наносили ракетно-бомбовые удары по международному аэропорту Донецка. Под обстрел попал грузовик с ранеными ополченцами. Многие связывают ужесточение боевых действий с тем, что ополченцы сбили вертолет украинских силовиков. Это было 29 мая. На борту находились 12 военных, в том числе генерал-майор Нацгвардии Сергей Кульчицкий. Небо над восточными областями Украины должно стать бесполетной зоной, так считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. И Россия, как член СовбезООН, имеет право выступить с такой инициативой. Кто именно управляет самолетами, которые бомбят Луганск и Донецк, пытался выяснить наш корреспондент Антон Лядов. Ты убиваешь таких же детей, как твоя дочь! Ты с таких детей стреляешь! Имена, фамилии и адреса карателей, которые жали на гашетку, сидя в самолетах и вертолетах в небе над Донецком, сейчас военная тайна. Их скрывают ото всех, даже от сослуживцев. Люди, имеющие хоть малейшее отношение к массовому уничтожению мирных жителей 26 мая, сейчас под подпиской о неразглашении. Из военных частей пропали документы, касающиеся этой операции. Своё расследование теперь ведут родственники погибших и журналисты. Как выяснилось, чтобы устроить кровавую бойню, самолеты и вертолеты в Донецк пригнали почти со всей страны. В небе штурмовик Су-25, вот он выпускает ракеты, истребитель МиГ-29, вертолет МиГ-24, транспортник МиГ-8. В боевых действиях в Донецке и сейчас уже в Луганске принимают участие астрономики Су-25, большая часть которых находится в Николаеве. Есть вероятность, что летают на них летчики из базы Кульбакина. Что касается МиГ-29, которых видели в небе над Донецком, то с наибольшей вероятностью это бригада, которая постоянно базируется в Англановсковске. Все три бригады сосредоточили в одном месте. По некоторым данным, это аэродром Кульбакина под Николаевым. Вот он. Эти кадры сделаны накануне нашим операторам. Здесь можно разглядеть МиГ-29 и Су-27, которых на начало 2014 года в части не было. Кроме того, появилась информация, что здесь же временно базируется и авиабригада из Ивано-Франковска до Донецка полчаса лета. Расстояние больше 500 километров, но похоже, что самолеты готовы к длительным перелетам. Вижу самолет Су-25. Не очень качественно, но похоже, что он с подвесным баком. И на наружной подвеске в нем бомбы. Они здесь очень неприцельно. И бомбят, и стреляют. Весьма-весьма неприцельно. Могут даже попасть не в те цели, которые им предназначены, а боюсь, что могут даже нанести удар. Здесь ракеты идут неуправляемые. Бомбы тоже не... Но кто же именно сидел за штурвалом? На сегодняшний день в Украине список летчиков, тех, которые имеют нормальную, достаточную практику для того, чтобы совершать какие-то боевые действия, их единицы. Скорее всего, майор-полковник. Под категорию подходят два летчика из 831-й бригады, которая, по некоторым данным, принимала участие в обстрелах Донецка с воздуха. Полковник Сергей Ялышев. Вот он, выпускник Харьковского университета имени Кожедуба. В 2013-м отмечен среди лучших по результатам учений Министерства обороны Украины. Его страница в Одноклассниках неожиданным образом оказалась удалена. Это копия от 27 мая, на следующий день после налета на Донецк. Вторым может быть Александр Оксанченко. В 2011-м он участвовал в совместных учениях с Польшей и США. Стал летчиком года. Вот эпизод репортажа о нем. Подполковник Александр Оксанченко не первый год работает в Миргородской 831-й бригаде, которая охраняет объекты от террористических атак. Мы показывали фигуры высшего пилотажа на малой высоте. Петля с поворотом, вираж на полной скорости. В феврале этого года Оксанченко прикрывал украинских военных в Крыму. Нес дежурство на аэродроме Бельбек. Совпадение или нет, но его страницы в соцсетях тоже удалены. Но личности летчиков, бомбивших Донецк, до сих пор так и не установлены. Известно одно – кровавую бойню готовили. Тщательно. За последний месяц в Николаеве три бригады отрабатывали совместные действия как минимум дважды. Непосредственно Алексей Манюшкин, мы видим, это начальник службы безопасности полетов. И он говорит как раз о том, что происходит взаимодействие трех этих авиагрупп, авиабригад из трех регионов Украины. И четко озвучивает о том, что они готовы выполнять любые приказы по подавлению сопротивления и по участию в антитеррористической так называемой операции. По сути, в карательной операции. Однозначно, с его ведома и при его участии готовились эти преступления. Еще есть вопросы и к Игорю Черепенко. Именно этот человек буквально накануне карательной операции в Донецке сплачивал эти авиабригады. Как стало известно, одному из лидеров сопротивления на юго-востоке Украины за выполнение преступных приказов пилотам не только платят огромные деньги, но и гарантируют право избежать ответственности. Пилоты получили гарантии и не просто гарантии из уст украинских чиновников, но и подкрепленные западными дипломатами на предмет того, что они в случае неуспешности их операции, они получают право гарантии выезда на постоянное место жительства страны Западной Европы или Северной Америки. Пилоты начали получать колоссальный выплат. Она выросла до 9 тысяч долларов за один боевой вылет. Что касается боевых вертолетов, то их, как выяснилось, перебрасывали за сотни километров. Вертолеты Министерства внутренних дел Украины работают. Это непосредственно база базирования у них города Александрия, Кировоградской области. Расстояние там в пределах достигаемости вертолета. Вертолет в воздухе 4 часа, скорость 250, поэтому понятно, что в радиусе 500 километров они могут спокойно работать. Надежды на то, что массовое уничтожение людей будет расследовано, у жителей почти нет. Теперь они ежедневно ходят к военным частям и просят военных перестать стрелять по своему народу. Детей берут с собой, дома оставлять боятся. Пожалуйста, бросайте оружие! Прекратите бомбить наших детей в Донбассе и нас! Продолжение следует...